Вести Карачаева, Черкесия 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 Вести Карачаев, 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 Черкесия интерактивные формы обучения. Кроме того, 18 миллионов получено по итогам конкурса Росмолодежи по отбору площадок для проведения Всероссийского конкурса молодежных проектов. Суд в Карачаево-Чекесе вынес обвинительный приговор организатору туристической экскурсии на высокогорный ледник «Алибек», при обрушении которого две женщины погибли, еще одна получила травмы, сообщает Следственное управление Следственного комитета страны по республике. Подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Напомним, в сентябре прошлого года, неподалеку от поселка Дамбай, на высоте 2200 метров, сошла часть ледника «Алибек». Во время происшествия на месте находилась группа из шести туристок из Москвы, Нижнего Новогорода и Красноярского края. В результате происшествия две женщины погибли, и одна туристка пострадала. Позже власти региона заявили, что обрушение вызвано сильным таянием ледника из-за природно-климатических факторов. Отмечается, что подсудимый не имел права на предоставление туруслуг, а также организовал экскурсию, не рассчитав возможные риски и последствия для жизни и здоровья людей. В пресс-центре ГТРК «Карача-Чекесе» составился брифинг, телефонное мошенничество, последние уловки и правила безопасности. Управляющий оригинальным отделением Банка России Дмитрий Мещеряков и заместитель начальника отдела управления уголовного розыска МВД по Карача-Чекесе Эмир Булатов рассказали, что телефонные мошенники продолжают осваивать современные методы, в результате которых доверчивое население теряет свои деньги. Отмечено, что в этом году число звонков телефонных мошенников в России выросло в два раза. Дмитрий Мещеряков напомнил, что Банк России не работает с физическими лицами, как с клиентами, и не ведет их счета. Мошеннические схемы постоянно видоизменяются, и в последнее время достаточно популярность стала именно такая, в которой используют информацию о Банке России. Фактически, как эта схема развивается? Поступает стандартный звонок потенциальной жертве, которая является клиентом кредитной организации, то есть какого-то коммерческого банка, и достаточно уверенным, хорошо поставленным голосом на той стороне провода сотрудник представляется, мошенник представляется сотрудником Центрального банка и информирует потенциальную жертву о том, что в настоящий момент времени совершаются какие-то нетипичные операции с его счетом. Соответственно, в подтверждении этому очень быстро пересылается информация. Информация пересылается либо по электронной почте, либо с использованием мессенджеров. Фактически, информация содержит копию удостоверения сотрудника Банка России, который якобы в настоящий момент ведет беседу с этим клиентом коммерческого банка с потенциальной жертвой. Для чего это делается? Для того, чтобы вызвать доверие у потенциальной жертвы, и она максимально четко и последовательно выполняла те указания, которые уже мошенник ей, собственно, и обозначает. Хочу абсолютно однозначно сказать, что Банк России не обслуживает физических лиц как клиентов, с одной стороны. Соответственно, он не занимается обзвоном физических лиц. Более того, сотрудники Банка России, естественно, не пересылают какие-либо документы кому-либо. Поэтому, если на том конце провода вам кто-то представился сотрудником Центрального Банка Российской Федерации либо Банка России, это, собственно, одна и та же организация, то я предлагаю сразу положить трубку. Если у вас возникают какие-то сомнения, то целесообразно связаться со своей кредитной организацией по номеру телефона, который, как вы знаете, либо на оборотной стороне банковской карты обозначен, либо на официальном сайте кредитной организации. На территории Карачаево-Черкесии продолжается месяц по безопасности дорожного движения. О том, какие мероприятия проводятся в республике в этот период, рассказала государственный инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения у ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии Лилия Гогушева. По итогам 10 месяцев текущего года на территории Карачаево-Черкесской республики отмечается рост трех основных показателей аварийности, в частности, по количеству дорожно-транспортных происшествий, по числу погибших и раненых. В период времени с 14 ноября по 14 декабря текущего года сотрудниками госавтоинспекции на территории Карачаево-Черкесии проводится месяц по безопасности дорожного движения. Мероприятие проводится в целях снижения уровня аварийности, основными причинами которого являются выезд на полосу встречного движения, управление транспортным средством в состоянии опьянения, превышение скоростного режима, нарушение правил проезда перекрестков, непредоставление преимущества пешеходам, нарушение правил дорожного движения пешеходами, а также нарушение правил перевозки детей. Помните, уважаемые участники Дорожного движения, что соблюдение правил Дорожного движения начинается с нас самих. Берегите себя! Дорожного движения За счет расширения электросетевой инфраструктуры необходимый объем мощности выдан новым гостиницам, домам и базам отдыха, станции сотовой связи и спортивно-оздоровительному комплексу. Всего за отчетный период в филиал поступило 180 заявок на технологическое присоединение к сетям новых объектов, строящихся в горнолыжном поселке. Запрашиваемая суммарная мощность составила 12,7 МВт. В рамках импортозамещения обновлен парк спецтехники промышленного предприятия «Кавказ Цемент». На завод прибыли 4 единицы новой техники, 2 новых «Белаза» для работы в карьере, фронтальный погрузчик и бульдозер. Обновление техпарка – одно из важных направлений программы по импортозамещению в компании, включающего закупку оборудования из дружественных стран. Крупно-тоннажные «Белазы» 7547 идеально подходят для работы в трудных горных условиях. Самосвалы груза подъемностью до 45 тонн и объемом кузова 26,5 кубометров выдерживают большие динамические и статические нагрузки в условиях бездорожья. Они отличаются повышенной надежностью. Как на сегодняшний день реализуются мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, о временных мерах поддержки безработных, о трудоустройстве граждан, рассказывает директор управления Центра занятости и населения по Адыгихабльскому району Дина Джамбекова. На сегодняшний день в Центре занятости по Адыгихабльскому району зарегистрировано 120 человек. Эта цифра вообще в течение года колеблется. То увеличивается, то понижается. Естественно, во время пандемии, во время коронавирусной инфекции, во время распространения эта цифра была больше. Но в данный момент сейчас она уменьшилась. В целях дополнительных мер поддержки работодателей и граждан предусмотрено финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ, при участии граждан, зарегистрированных в целях подходящей работы в Центрах занятости и которых Центр занятости направляет на эти общественные работы. При этом хочу отметить, что в период участия в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице. Период занятости в общественных работах не может быть больше трех месяцев, то есть от одного месяца до трех месяцев. Порядка 20 огромных многолетних тополей снесли в столице республики преимущественно по заявкам жителей. Накануне шесть таких деревьев ликвидировали на Ставропольская, 15. Надо учитывать, что тополь относится к породе мягколистенных деревьев с неплотной древесиной, а значит легко поражается гнилями. Деревья имеют огромную крону с большой массой, и все это делает его опасным, подверженным падением. На некоторых тополях принято проводить кронирование, удаление верхней части дерева для облегчения кроны. В Карачаево-Черкесском университете имени Умара Алиева продолжается ремонт корпуса естественно-географического факультета, построенного еще в 30-х годах прошлого века. Важная задача, которая поставлена перед строителями – сохранить первоначальный облик старого здания. Корпус, по мнению студентов и педагогов, должен остаться узнаваемым и сохранить свою историческую внешность, рассказывает ректор университета Таусултан Узденов. Мы очень надеемся, что к концу года, это запланированный период, мы сможем сдать это здание, и уже с нового неучебного года, календарного года, наши студенты и преподаватели будут работать уже в новых эстетически вдохновляющих условиях нового факультета. То, что делается, должно вписываться в естественную природную архитектуру. С другой стороны, студентство – это шаг в будущее, это молодежь, это трансформация. В то же время должно быть и модно соединить классику, традиции и желание идти вперед. В Москве на торжественном мероприятии в рамках форума «Билеты в будущее» в Манеже отмечены лучшие оригинальные операторы проекта и самые активные педагоги-навигаторы. Достижения Карачао-Черкесии по реализации профориентационного проекта в 2022 году также были отмечены на торжественном мероприятии в рамках форума. Республику представила оригинальный оператор проекта «Билеты в будущее» Мадина Едиева. Итогом мероприятия стало учреждение первой всероссийской премии среди профориентационных инициатив и лидеров. Новая премия ставит своей целью охватить все регионы страны и оценить деятельность педагогов-навигаторов, профориентационные корпоративные практики, авторские методики отдельных экспертов, научную работу в этой области, индивидуальные проекты в школах, информационное освещение и многое другое. Проект «Билеты в будущее» в следующем году расширится. Среди нововведений учет индивидуальных особенностей обучающихся на базовых этапах программы, расширение диагностики для детей с ограниченными возможностями здоровья, увеличение списка на залоги и внедрение профориентационного минимума к окно формата работы. Ну и в заключение новости спорта. В Кисловодске прошли чемпионат и первенство Старопольского края по тэквондо. Спортсмены Корчаачи Кеси пополнили копилку республики наградами различного достоинства. Призерами в своих весовых категориях стали Амр Би Гаджаев, Наурус Джанкиосов, Артур Каркмазов, Амир Тлявичев, Амир Чочаев, Амир Хачиров, Денис Лепшоков, Иляс Бархеев и другие. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В горах местами плюс 5-10, в южных и центральных районах Республики высокая степень пожароопасности 4-го класса, в Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, а солдик террометра поднимется до отметки плюс 17. Таковы некоторые события Республики. Новостной блок провела Рита Нерова. На правах рекламы С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата» Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!